приветствую вас дорогие друзья с вами лурлимур и добро пожаловать на рубрику полезные моды space engineers да я решил возобновить и эту рубрику потому что на самом деле у нас очень много интересных и любопытных модов добавилось в мастерской прямо не сделать на них обзор это прям грех и поэтому нас ожидают вот такие вот обзоры и сегодня обзна обзор у нас такой интересный мод значит м и pocket gear называется который находится в топе буквально и я решил сделать на них обзор прежде чем давайте точнее прежде чем поговорить об этом моде давайте я скажу пару слов как вы обратили внимание на то что у меня в основном обложки видео разные то есть они отличаются по цвету и по значку например на интересные проекты всегда синий цвет там серии на сериалы белый допустим на полезные моды будет золотой такой цвет то есть чтобы никогда не путали если что то если видите сразу зала золотым как бы золотой обложкой знаете что это мод а синий это проект интересный какой-то и так далее там подобное зелененький это конечно же наши полезные и понятные гайды ну что же давайте перейдем к нашему сегодняшнему а такому интересному моду автором данного мода является out mc доно то есть вот такой вот интересный ник у инженера спасибо большое за такой мод в нем есть огромное количество плюсов и один большой большой-большой минус который почти что перечеркивает эти плюсы дело в том что данный мод добавляет в игру два блока точнее 4 блока прошу прощения 2 в большой сетке 2 в малой и это как вы догадались и вот такие вот интересные скажем посадочные шасси они основаны на моде значит ротора то есть не на моде она блоки ротора и обладает рядом плюсов и минусов какие плюсы данной плюшки вот давайте попробуем мы сейчас возьмем данное устройство под под свое управление как мы видим как мы видим на нем установлены такие то есть на такой манер вот эти самые блоки и что с ними можно сделать само собой у них на самом деле немало функций но основную функцию которую я смог разглядеть это конечно же так это у нас камера выйдем из камеры это возможность вот смотрите интересным таким замечательным образом складывать эти шасси насколько я знаю модов на складные шасси не так уж много в нашей мастерской поэтому с учетом этого выглядит это конечно замечательно то есть вот так вот разложили наше шасси да и крутяк все то есть сели мало того что они значит таким вот образом работают они еще и у нас являются пружинищами но на данный момент они как бы не он не особо пружинит вот думаю было видно то есть они немного пружинит они позволяют вам смягчить вашу резкую посадку что является огромным плюсом на самом деле вот я его сейчас пытаюсь угробить да но не получается как вы видите он амортизирует корабль и это огромный огромный плюс но тут также является такой очень очень такой вредный минус тут появляется и он заключается в том что ребята как вот помним у нас стандартные шасси в игре есть их мы можем зацеплять а здесь к сожалению мы их не можем зацепить то есть вот так вот мы сели сколько бы моих на клавишу p и нажимали они не зацепляются ну давайте подробнее их рассмотрим их функционал прям давайте зачем я вылез из этого устройства зайдем меню этого самого pocket gearbase small то есть маленькая версия и посмотрим какие у нее есть настройки настройки у нас тут забавные то есть те же самые что и от ротора смотришь вроде бы такая штука как бы и у нас возможно нету некоторых настроек от ротора да то есть поворота в обратную сторону и так далее есть только вращающийся момент который у нас отвечает за скажем ну за скорость скорее всего например давайте увеличим и посмотрим как будет работать например данном случае он медленно собирает если интересно мы увеличим я у всех надо было оставить такое вот значение посмотрим по моему от этого не зависит скорость их складывания возможно от этого будет зависим и зависеть их амортизация хотя сомневаюсь так давайте протестируем попробуем выставить на малое значение опа то то есть они при таком случае то есть они решаются жесткости так что вот эта опция отвечает за их жесткость давайте выставим там среднее какое-то значение не будем делать слишком ну надо тут идеальное значение выбрать получше вообще поумножить умолчанию оставить то что было таком случае не будут у вас проблем а скорость само собой отвечает за скорость выдвижения этих самых шасси тормозной момент как быстро он то есть начинает останавливаться этот вообще не советует робот соответственно команде реверс они складываются и раскладываются кстати как и в случае роторов можно их отсоединить например если мы нажмем отсоединить открепить вот нас выпадают вот эти самые ножки как и головки ротора такие вот забавные веселуха такая но если мы добавляем головку ротора то у нас заново появляется эти самые ножки такие вот дела блокировка ротора что она делает блокировка ротора так чё давай управляй small grid блокировка ротора по-моему убирает нам возможность как либо двигать данными шасси то есть сбирать их внутрь или выбирать как вы видите но тем не менее есть в этом есть определенный смысл ну мы все равно к сожалению не прикрепляется но если вы хотите прям чтобы он был устойчивым таким то есть он не пружинил наверное чтобы стоял прям ровненько ровненько это имеет наверное смысл а в остальном по моему нет так также тут есть клавиша разделять тензор инерции более уравнивает массы давайте мы его так применим и посмотрим что из этого вообще получится изменится ли что-либо что-либо нет ничего не меняется и до амортизация остается вот так вот можно вал проскользить да прикольненько я даже не знаю как саночки из этого сделать обязательно сделаю саночки так ну-ка да ничего в основном не меняет может быть добавляет стабильность он добавляет те же самые тут же самый функционал что и ротор безопасное отсоединение в принципе здесь мы все рассмотрели также дорогие друзья здесь имеется большой вариант я еще его не показал против покажу большой вариант у нас такой малой сетки то есть вот так вот выглядит и как говорится понеслась понеслась так как от наверно творческий режим и я поставил так и цена еще уравновесие и еще равновесие какое-то извращение короче но большая работает аналогичным способом и соответственно у нас такие же имеются для большой сетки например вот такие вот но учтите что вот в данном случае сейчас я вам покажу если мы сойдем точнее зайдем и сядем за копец у нас не получится нормально адекватно сесть на таком таких как бы да маленьких сейчас даже объясню почему вот мы и садимся вроде бы все хорошо но как только дорогие друзья мы отключаем двигнул вот что у нас происходит то есть надо учитывать что по силе они не такие мощные или же я что-то делаю неправильно давайте здесь у нас large атмосферик трастер выключаем их а нет все хорошо все хорошо дорогие друзья даже маленькие держат большой корабль просто когда когда вы отключаете ваш корабль блин брэкданс мелко у меня просто да и когда вы отключаете значит трастера отдельно то есть они работают но когда вы отключаете весь корабль они вот эти вот шасси почему-то собираются внутрь имейте это в виду давайте попробуем это сделать с маленьким брэкдансером и такой вашу машу сейчас я попытаюсь связаться с мелким и попробуем выключить его папа вот это неожиданность как вы видите они зашли внутрь то есть они становятся и то чтобы они внутрь заходит они становятся какими-то патентными ну вы поняли да латентные то есть они если вы их тронете они зайдут внутрь если не тронете они не зайдут внутрь то есть они теряют свою жесткость и напряжение а если вы кручите по просто движки это не потеряет это надо запомнить и использовать в будущем такие вот ножки у нас сегодня были пока кир и надеюсь вам данный обзор понравился дорогие друзья ставьте лайки подписывайтесь и также хотел бы сказать что возможно возможно конечно к сожалению сегодня серия не выйдет но она обязательно выйдет завтра то есть завтра вечером вы гарантированно увидите четвертую серию нашего скажем и куда-то махаешь блин рано еще вы увидите серию четвертую значит фазы 1 и конечно же я надеюсь она вам понравится ну касаемо того что серии сериалы кстати к сожалению будут выходить один раз в неделю это связано с техническими сложностями которыми я столкнулся к огромному сожалению программ монтажа с которой работаю она неадекватная и с ней возникают различные сложности плюс у меня очень старое железо и я могу привести кучу оправданий и помимо того еще и времени на все этого мало но этого делать не буду просто поймите что есть жизненные обстоятельства которые не позволяют очень быстро выпускать серии ну и также я хотел бы сказать что скорее всего ближайшие недели у меня видео будут выходить через день как это будет происходить я сообщу чуть позже каждый день возможно видосы я клепать как раньше не смогу но это хорошо или плохо я не знаю но тем не менее это должно повысить качество контента на данном канале ну что ж ставим лайки подписываемся и до скорых встреч дорогие друзья всем пока пока